Итак, с вами снова разбор полетов по челленджу Анатомии Человека, последняя его часть, четвертая. Приступим. Мария Тумашова. Так, маленечко не грузится, сейчас у меня диск продумается. Просыпайся, родной, мы снова работаем. Беспорядочно пока. В следующем задании, при работе над следующим заданием постарайтесь построить геометрию получше, потому что на данном этапе невозможно бывает понять, что где правильно сделано, а что не совсем. И в ситуации типа вот таких вот там начнут вылезать. Потому что если мы взяли, поставили тазовую область и ногу, поставили трапецию на пол, и вторую, то уже станет понятно, что здесь коленка будет выше, ноги по-другому встанут на пол. И так далее. Вот так повнимательнее пройтись по всем позам в следующем задании. Больше внимания на построение. И следите за тем, чтобы у вас вот так вот не скривлялось, не складывались и не сморщивались человечки в сложных позах. Мария Федотова. Хорошо, вот здесь аккуратнее, лучше. Старайтесь дальше в этом же направлении работать. Руки и ноги прямые, как палочки сейчас. То есть побольше, получше посмотрите на пластику, на то, как именно они искривляются. И при работе над вторым заданием не спешите со сложными позами. Перспективу и сокращение. Ну, если трогать, то по минимуму и уже в конце. Сейчас нужно вернуться немножко к этому заданию и построить. Ну, вот здесь совсем беспорядочно. Вот здесь лучше уже. Мария Черемных. Беспорядок надо убирать. В общем и целом прогресс есть. Идет более четкое понимание фигурок. Вот четвертый день, в общем и целом, неплохой. Вот, но строить нужно фигурку повнимательнее, почетче. И обращать внимание на разворот тазовой трапеции в разных позах, чтобы он не был просто перепонкой. Вот, и переходить к построению частей схемки в объеме. Голову, 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 голову последить за тем, как она садится на части. Коса, она посажена просто как шарик. Мария Широкова. Видно, что начинашка. Видно, что хорошо работаете. Внимательно, постыдите за пропорциями. Вот здесь длинные ноги получились. Убежали ноги. Руки где-то в следующем задании. Поработайте, постарайтесь побольше еще прессовать схем. Вот так человек не может. Это очень травмоопасно. Если, предположим, человек стоит на одной руке. То у него корпус уходит назад. Вторая рука там, ну, предположим, баланс держит. И ноги его снова выпрямляют. Таким образом он может стоять на одной руке. Как вы показали, не может. То есть следите за точкой опоры. В следующем задании к сложным позам пока не переходим. Продолжаем рисовать эти моменты. И начинаем переходить к объему. Например, если человек стоит боком. То мы следим за тем, как у него развернут таз. Что у него между вот этими ногами будет расстояние. Что у него по-разному встанут ступни и так далее. Марк Цевух. Марк Цевух. Ох, так же, господи, 20-й. Это какой красавец. You win. Прогресс явно очевидный. К шестому дню уже поаккуратнее и получше. Но последите за пропорциями. Короткие ножки. Короткие ножки. Одна нога короче другой. Неравные там какие-то моменты. Вот это хорошая поза. Постарайтесь за ножками последить внимательнее. А так, в общем и целом, направление правильно. Здесь одна рука длиннее другой. Это не будет так. В этой позе у него руки по-другому. То есть, если у нас фигура в такой позе... То у нас получится у одной локоть здесь, а у другой здесь. Мы вот это расстояние учитываем. И вот руки. Последить за посадкой головы. Вот так она сажается. Ну и переходим к следующему заданию. Марьяна Инцыцкая. Поаккуратнее постарайтесь построить почетче. Сейчас очень не такие схематичные, беспорядочные. Следующее задание. Одна поза в день. Четко простраивать все составляющие. Все суставы и все объемчики. Стараться сделать это в объеме, не в плоскости. И вот таких вещей не допускать. Вот как это сделано. То есть, ну, человек, он так не может. Может вот так вот. Но тогда у него грудная клетка вот так пойдет. Ну и так далее. Вывернули мы немножко плечо из суставов. Ну вот у него тогда будет голова. И вторая, например, рука. Я болерун. Только косолап немножко. Значит, на следующем задании, да, уже сказала, одну позу в день и четко строим. Марьяна Маштакова. Беспорядок. Давайте постараемся к порядку больше возвращаться. Хорошо, что посмотрели работу шеи, как она работает плохвально. Целого человечка рано пока. Не переходим к нему. Вот здесь много чего у него в результате поехало. Именно из-за того, что до этого мы пока не дошли. Значит, не халтурить, поставить все основные объемы скелетика, проследить за всеми пропорциями. Здесь часто голова большая, тазовая область не всегда правильная, маловато где-то там и так далее. Следующее задание челленджа – рисовать четче. Маша Осипова. На самом деле неплохо, но очень мало. Постарайтесь побольше в следующий раз поделать. Вот это пота хорошее. Побольше поделать, поизучать фигурки. Потенциал есть. Надо учиться. Маша Ребенкова. Ребенкова, Ребенкова. Схалтурили немножко. То есть у них все их составляющие фигурки, они получились плоскими, не объемными. В общем и целом для выполнения этого задания этого было, может, достаточно, но для следующего так не пройдет. Поэтому постарайтесь все это из плоскости начать переводить в объем и последить за тем, какие вещи в какой плоскости будут разворачиваться. В общем и целом неплохо. Пластика есть в фигурах, в движении. Хорошо. Мефистофель жестокий. Ох. Ох-ох-ох. Давайте-ка больше мы внимание уделим построению. А не пока вот эти вот кривовастые проволочные человечки. Рано пока в сложные позы идти или такое что-то пытаться изобразить более сложное. Следующее задание. Одна работа в день. Крупная фигура. Детальное построение объемов. Следим за пропорциями. Мия Мусина. Хорошо. Убобьем уже пошла. Хорошо. В общем и целом переходим к следующему заданию. Посмотрите, везде ли точно или правильно ли соотношение тазового объема и грудной клетки. Иногда то таз больше выходит, то грудная клетка. Так, в общем и целом, отлично. Угу. Ну и прогресс, в общем, очевидный. Я думаю, вы сами его ощущаете. Здесь она тут спуталась немножко. Поза. Посмотреть, как в такой позе встанет сокращение ступни. Как она здесь встанет. Проверить вот здесь, где будет коленка. Как именно уйдет сокращение передняя нога. Так, хорошо. Окей. Так, в целом. Хорошо. Замечательно. Ну и переходим ко второму заданию. В полном объеме. Михаил Юрьевич. Не рисуем пока тело. Рано нам. Не построили фигурку. Еще и начали рисовать тело. Рано. На этом мы еще не повесим пока четкую нормальную фигуру. В следующем задании. Одну фигуру в день. Рисуем все объемы, все развороты. Строим четко. И просчитываем все пропорции. Убеждаемся, что они сделаны правильно. Надежда Шумова. Прикольная поживость и по динамике человечки. Но такого уровня мало для того, чтобы начать понимать системку, форму и так далее. То есть здесь вот такие вот эти вот аморфные штуки, они не дают понимания. А человеке не позволяет еще пока посадить схемку. Здесь дальше лучше. Вот объем таза пошел, работу над ним. В следующем задании внимательно, пожалуйста, будьте к объемам, к построению. Простройте все плоскости разворота для разных частей тела. На пол поставить четко. И переходить к сложным позам только после того, как базовые позы у вас будут простроены. Прикольные человечки, но очень все деревянные, неживые. Они в результате и не в человечков пошли, а в таких каких-то роботов. Вот. Значит, порисовать следующее задание с рефов. Попробовать делать четко, стараться избавиться от такой жесткости движений, пластиковости. Попробовать постараться последить за живой пластикой, избегать каких-то таких вещей. Но я не уверена, что человек может так сделать, ему вывернули сустав из плеча. То есть, последите за тем, как суставы стоят, и сделайте разворот тазовой области и области грудной клетки, потому что это все-таки должно быть в правильных плоскостях всегда оказываться. Здесь оно в правильных плоскостях оказывается не всегда. В следующем задании начинаем с того, что четко простраиваем схему. Можно начать сделать первый день одну базовую зарисовку, крупно, детально, все четко простроить. Остальные по... Ну, по общему заданию 5 штук в день. Переходим постепенно к более сложным позам. Настя Гашникова. О, как много. Хорошо. Ну, вот много-то оно много, но четкости не идет. От мусора много. С трудом, с большим, начинается переход к четким... Вот эта вот более четкая фигурка. К четким фигуркам, уже к построению как таковому. Руку сейчас набросали, не тренировали. Динамика пост хорошая. Теперь перестаем мусорить. Следующее задание. Начинаем с четкой геометрии, с построения фигуры. Следим за всеми разворотами головы, тазовой области и грудной области. И ноги там правильно ставим, все пропорции учитываем. Упорядочивание маленько эту вещь. Настя Родионова. Хорошие, но деревянные маленько. Посмотреть пластику живую, человеческую. Здесь... Ну, чтобы у него ручки-ножки не были такими прям картонами. Голова почти у всех большая. Поменьше она будет. На такие материалы более мягкие пока не переходим, потому что они вам не дают простроить фигуру. И здесь теряется ее структура. Вот это вот было лучше. Вот таким. А вот это вот хорошая работа над фигурой. Но постараться все-таки тазовую область сделать не полукругом, а вот такой трапецией. Потому что это позволяет правильно разворачивать плоскость живота и ножки ставить. Вот это, кстати, хорошая фигура. Следующее задание. Строим аккуратненько все. Вот. И... Начинаем с простых пост к сложным переходим постепенно. Натали Багамазюк. Очень прикольно сделанное. Так вот. Вот эти вот зарисовочки прикольные. Но поанализировать, посмотреть, так ли это все дело есть. Потому что какие-то из вещей, да, там нормально идут. Какие-то не очень. Например... Сейчас. Здесь не совсем понятно, как там у него нога вот так встала. Она, скорее всего, не совсем так встанет. Посмотрите по рефам. Посмотрите по рефам, как что будет. Здесь ножки коротенькие пошли в коленки. Как он завернул ногу на спину, как именно он вывернул ее из сустава. Не совсем пока понятно. Здесь, кстати, хорошо сокращение взято получилось. Вот эта вот поза совсем не получилась. То есть здесь у нас получится... Да, вот если там каким-то образом это... Вот он так встал, как ноги у него при этом. Вот так, может быть. Я не совсем понимаю, какая поза имелась в виду. Если такая, то у него будет состояние позвоночника искривленное. Или там больше развернется тазовая область в эту сторону. Вот так. И вот как-то позвоночник, выходящий отсюда. То есть это мы позу уже разбирали боком. Вот она. Вот. В общем, посмотреть такие моменты. Переходим к следующему заданию. Стараемся геометрию строить четко. Смотреть ее. Не это самое. Не смазывать. Уходим от деревянности. Вот здесь пластичные руки, ноги. Это хорошо. Вот здесь деревянные плохо. Вот. И постепенно переходим к объему и к перспективе. Наталья Алексеева. На данном этапе к сложным позам не переходим пока. Во втором задании одна работа в день. Крупно структуру, позу, геометрию человека простроить, проверить все соотношения и пропорции. И правильно постараться в объеме поставить основные фигуры. Тазовую, грудную область, ноги. Гоу. Наталья Дзюба. Хорошие, пластичные, живые. Тут у нас вот человек-зарисовочник. Опять-таки проблема, как во всех зарисовках пластика, есть. Но нарушаем геометрию. И не прорабатываем схемку, как следует. Следующее задание. Постараться четко проработать геометрию схемок. И выполнять дальше по заданию в полном объеме. Наталья Куликова. Классно. Поработала на движение, посмотрела. Молодца. Вот это хорошее. Часть хорошо идет, часть сминается. Здесь уже вопрос практики. Нужно дальше делать-делать. Некоторые из них ловятся. Прям хорошо пойманы. Некоторые посмялись. Так что продолжаем. Следующее задание делаем в полном объеме. Но внимательно стараемся смотреть, прорабатывать вещи. В общем, двигайтесь в правильном направлении. Но вот здесь, например, таз потерялся. Получился такой непонятный квадрат. В какой он плоскости как лежит. Непонятно. В общем, с тазом тут везде надо посмотреть, потому что он квадрат чаще, чем треугольник. И иногда из плоскости выпадает. Непонятно куда посмотреть. Момент с тазом поработать. Вот. И начинаем с простых фигур, с простых пост. Постепенно двигаемся к более сложным. Наталья Розова. Следующее задание. Не переходим к сложным позам. Делаем одно задание в день. Крупный план. Четко простраиваем всю геометрию. Следим за своим отношением чистей тела и пропорций. И постарайтесь правильно поставить его на плоскость. Наташа Кикичева. Пластики маловато. Часто угловатые позы такие зажатые. Постарайтесь попластичнее посмотреть их. Проверьте всегда ли в статичных позах они находятся на точке. На оси. Не уходят ли они с точки опоры. Не падают ли фигурки. Так в общем и целом неплохо. И переходим к следующему. Теряется, пока сминается время. От времени сокращение переходит в ошибку. То есть короткие становятся ноги. Не показано, что это сокращение. Посмотреть вариант, проработать его. Этот момент вернее. Так в общем и целом неплохо. Давайте второе задание в полном объеме. Наташа Смусенок. Пятнышки получились у нас вместо объемов тазовой области и грудной клетки. Во втором задании делаем одну фигуру в день. Большую, крупную, проработанную. Ставим ей всю геометрию и все пропорции учитываем первые 3 дня. Оставшиеся 2 дня делаем в обычном режиме. То есть серия набросков по 5 штук в день в разных позах. Стараемся работать в объеме и учитывать развороты частей тела. Наташа Фомина. Хорошо, но аккуратнее прорабатывайте. Здесь точки соединения конечностей не проработаны. Поэтому схемка у вас окончательно в голове не встанет. Следующее задание. Больше геометрии почетче поделайте. По пластике все неплохо. Но вот тут он как кол съел. Позвоночник гибче был бы. То есть вот эти моменты все они будут видны, если вы начнете четче простраивать фигуру. Поэтому здесь ручка маленькая. Есть ползают пропорции. Там одна нога вот здесь больше, вторая меньше. Постарайтесь над этим поработать. Нерия с урана. В правильном направлении работаете. Расстояние между грудной клеткой и тазовой областью почти всегда большое слишком. Она в принципе тазовой областью у вас больше получилась. Если человек сидит, то таз у него не ложится на пол. Ну вот, фигуры постарайтесь с рифов порисовать. Вот. И в следующем задании... Ну, в общем-то, делайте в обычном формате. У вас нормально все идет. В общем и целом. Но можно с рифами работать. Ника Ветрова. Часть иногда сминается. Вот в каких-то таких моментах, таких смялась фигурка. Часть простраивается нормально, хорошо и с объемом. Следим внимательно за пропорциями. Тут ручки короткие. Там здесь ножки так вот не встанут. То есть, если у вас таз дает расстояние между вот этим и вот этим суставом, значит, у нас будет расстояние между коленками. Здесь это правильно сделано. А здесь вот это вот, ну так, не совсем понятно, как там оно в реале было бы и все ли верно. Вот. Так, в общем и целом, неплохо. Шея длинная. Длинновато. Покороче будет. Вот это хорошо. С разворотом. Переходим к следующему заданию в обычном объеме. Старайтесь почетче делать, не сминать свои фигуры. Вот здесь вот еще раз посмотреть, разобраться. Не совсем похоже получилось. Вот. Так, движемся дальше. Следите за пропорциями. Оксана Михайлова. Плосковастенькие пока и угловатые. Постараться последить за пластикой. За пропорциями. Вот здесь ноги длинные очень получились. Постараться последить за пластикой, за пропорциями. Мы к сложным позам на следующем задании не переходим. То есть не рисуем сокращения сильные и перспективу сильную. По чуть-чуть просто начинаем. И первый день как минимум построить крупно фигуру с разбором всех объемов. Ну, базовую эту самую схемку с разбором всех объемов. Остальные дни можно в обычном режиме. Оксана Ридзл. Давайте побольше. Хорошо, идет неплохо. Но вам нужно оттачивать, сглаживать неровности. Решать для себя разные моменты, разные задачки. Вот. Постарайтесь побольше. Второе задание в полном объеме. Олег Мажукин. Точнее, здесь получились такие почеркушки. Построения как такового нет. Где-то вы попали с этими почеркушками, где-то нет. Нога внезапно очень короткая. Куда она вошла? Они совсем понятны и так далее и тому подобное. Второе задание. Делать построение четко. Если у вас это занимает много времени, делайте меньше заданий в день, но лучше строить. Ольга Абибок. Неплохо. Есть прогресс. Двигайтесь в правильном направлении. Сложные ракурсы идут тяжко. Второе задание поработать внимательно. Начать с простых ракурсов. Старайтесь думать как следует над тем, как вот, ну, там, например, поза, но как, куда она пришла, где, что тут с тазом непонятно получилось. Да, это было бы, скорее всего, как-то вот так в данном случае. Таз, чтобы был не перекладиной, а все-таки именно трапецией. Здесь у многих встречалась ошибка. Если человек сидит, то таз у него расположен вот так. Вот он сидит. Вот поверхность пола. Вот расположение таза. Вот мы потом строим. Переходим ко второму заданию в полном объеме, но не сразу к сложным позам. Начать с простых и построить повнимательнее. Ольга Бабаева. Баева. Маловастенько. Давайте еще. И внимательнее. Сейчас период, в который вам нужно выучить пропорции точно. Башка здесь большая. Ножки маленькие. Вроде разделили на четыре части, но каждая из частей меньше, на самом деле, расстояние головы. Поэтому ножки короткие получились. Посмотреть эти моменты подробнее. К сложным позам на втором задании пока не переходим. Не берем перспективу и сложные сокращения. Берем попроще. К объему можно начать переходить. Оля Кошелева. Кошелева. Неплохо. Хочется побольше. Видеть пропорции. Поползли. Ну вот, например, короткая нога. Здесь короткая нога. Здесь одна нога короче другой. То есть вот эти все моменты поучитывать, чтобы, несмотря на разные позы, все равно у вас все расстояния конечности были нормальной длины. И тазом не пренебрегать. Это должны быть не перекладины, не трусики, а трапеция, развернутая как-либо в пространстве. Второе задание начать с построения подробно, более подробно прорисовать позы человека. И покрупнее каждую позу можно сделать меньше, но подробнее построить. Ольга Куркина. Беспорядочно сейчас. Хотя пластика есть хорошая. Это хорошо. Она вам потом пригодится. Но сейчас беспорядочно. Возвращаемся к геометрии во втором задании. Начинаем с построения фигуры более детального. Постарайтесь для себя все вопросы геометрических форм базовой схемки решить и простроить. В общем и целом неплохо. К сложным ракурсам переходим постепенно. Ольга Мусаева. Так. Прошла работа. Немножко условные они получились. Проволочные с пластиковой пока не очень хорошо. Значит, второе задание. Одна поза в день. Проработанная детально четко. Делаем объемы тазовой области, грудной области, ног, рук. И рисуем с рефа. Переработку рефа. Давайте-ка базу уплотнять. Ольга Призрачная. Хочу еще. Маловостенько. Ну, в общем и целом пропорции ползут сильно. Вот, например, здесь, как ноги, ноги там, короткие руки, длинные головы где-то поставлены. Ну, то есть, где-то нормально оно в основном, как такие шарики, форма теряются. Поэтому нужно на этот этап еще прорабатывать. Второе задание к сложным формам не переходим. Делаем геометрию, строим базу. Значит, да, в общем, ну, не одну в день, там побольше бы хорошо. Ольга Родиумова. Беспорядочно, почетче порисуйте схему объема тазовой и грудной области, чтобы начало что-то получаться более четкое. Ольга Халтурина. Какая фамилия? Что же у нас будет? Ну, не так уж и Халтурина, Ольга. Хорошо, хорошая пластика, но тазовая область у нас везде трусиками, ноги кое-где кривоваты получились. То есть, ну, искривления у них есть природные, но не настолько большие бывают. И немножко каша. Вот здесь вот, когда куча-куча нарисована фигур в одном месте, ну, вы сами уже не всегда видите. Где что правильно, где нет. Но, в общем и целом, неплохо. Пластику посмотреть, она не всегда натуралистичная. Но, в общем и целом, неплохо. Значит, второе задание в полном объеме. Оля Черепаха. Хорошо. Видна работа над теми самыми. Это у нас пока равновасненько. К фигуре пока не переходим. Вот это хороший момент. Когда начинается работа над объемами частей тела, составляющих вот эту вот базовую схему. Продолжите в этом духе, поставьте себе это дело. Укрепите, не переходите дальше. Здесь вот таз становится огромным и квадратным. Что-то сморщивается, что-то путается. Этого не нужно допускать. Пока остановитесь на том моменте, где вы себя чувствуете уверенно и продолжите разбор форм. Вот это хороший момент. И вот это. По второму заданию детально крупным планом построить фигуру. Одну как минимум, возможно, парочку. Потом переходить к серии набросков по пять штук в день. Паша Алинка. Рисуем не ручкой, а карандашиком. Вот. И сейчас пока наврано все по пропорциям. Еще раз посмотреть пропорциональную схемку первого задания. Постараться пропорции соблюсти. Карандашиком построить тазовую и грудную область. В втором задании к сложным ракурсам не переходим. Полина Андрякова. Полина Андрякова. Очень такие круглые вот эти получились суставы. И крупные круглые суставы мешают читать фигуру в целом. Пластика, динамика неплохая. Во втором задании постараться больше внимания уделить форме. Чтобы здесь это было не вот так вот сжевано там, более-менее, а простроено. В общем, в целом неплохо. Полина Карпова. Хорошо, продуктивненько. Я так смотрю, голова большая. Движения угловатые часто. Идет поиск пластических поз. Это хорошо. Продолжайте в том же духе. От угловатости старайтесь избавляться. Позы проверяйте на натуралистичность. Вот здесь поехала грудная клетка вперед. Вот, слишком длинное это самое расстояние. Второе задание рисовать по рефам. Можно не все, но часть точно. Вот. Больше внимания уделить по строению. Все пропорции прикидывать, проверять, насколько правильно и неправильно. Голова часто большевата. Так, в общем и целом, неплохо. Полина, чай. Аккуратнее давайте попробуем. Поаккуратнее, почетче, попроще. Каждую линию проводить не несколько раз. Не нужно так давить на карандаш и так с ним спорить. Расслабьтесь, получайте удовольствие. Но, тем не менее, поаккуратнее построить и постараться все-таки пропорции соблюдать. Радимир Владимирский. Неплохо. Для второго задания постарайтесь геометрию почетче ставить. Сейчас она не всегда в достаточной степени простроена, чтобы стало понятно, как дальше будет строиться поза. Но так, в общем и целом, неплохо. Второе задание в полном объеме. Рена иллюзия. Очень беспорядочно. К построению так и не перешли. То есть, вот эти вот схемки, они такие мальцаусловные из-за того, что там вот не простроены эти моменты. Но здесь вот получше немножко. Действительно, вот это вот хорошее поза. Динамика хорошая, пространственное мышление есть. Давайте во втором задании поаккуратнее, побольше построить, меньше беспорядочности. Поработать над этим делом будет хорошо. Рина Белоборова. Ну вот, есть прогресс. Тоже началось с беспорядочности. Потом эта беспорядочность начала как-то организовываться. Есть угловатость движения. Угловатость даже в какой-то свой стиль начала переходить. Но постарайтесь пластику человеческую, живую, получше смотреть. Ну, второе задание в полном объеме, на самом деле. Здесь манера такая, да, действительно, она угловая. Это, наверное, может выйти, вылезти в вашу какую-то стилистику. Но такие моменты здесь, например, ноги не решились все-таки, что там с ним произошло. Так и непонятно. Старайтесь решать точки соединения суставов и прочих вещей. Все-таки их просматривать. Саша Вольф. Пластика хорошая, но так они маленечко плосковаты пока первое задание. Внимательно смотрим переход из плоских фигур в объем, в рисование в объеме. Внимательно проверяем все пропорции. Прямо уделите этому отдельное ваше время. Здесь ноги короткие, там где-то вот руки. Одна рука длиннее другой и прочее. И развороты разных частей тела в пространстве. К сложным ракурсам переходим постепенно и ближе к концу. Саша Осипенко. Или Осипенко. Кружочком не заменять сферами тазовую область и грудную область. Это облегчение задачи. Второе задание. Делаем по одному, по одной из рисовки в день. Тщательно прорабатываем. С рефов рисуем. Решаем всю геометрию. Правильно ставим на плоскость. Стараемся разворачивать в пространстве. Саша Филатова. Надо больше козюль. Больше и подробнее про это самое. Просчитывать здесь нет пока что работы конкретно над пропорциями. То есть они где-то прочитались, где-то поехали. Так что во втором задании больше, аккуратнее и пропорции просчитываем. Светлана Рогова. Можно не просчитывать пропорции при рисунке. И хорошо скилованные художники их не считают. Не математика. Но для того, чтобы не просчитывать их потом, их нужно раз и навсегда как следует просчитать сейчас. Неплохо. Есть прогресс. Второе задание. Рисуем с рейфов. К сложным позам не переходим пока. Светлана Тимофеева. Старайтесь поаккуратнее. Почетче, меньше волосатости, более четкие линии и построить объемчики. Второе задание. Одну позу в день крупно с рейфами простраиваем все основные объемы базовой схемы человека. Святоя Растригина. Скилл надо качать. Давайте тоже второе задание. Одна поза человека в день крупно с рейфами. Простраиваем все объемы и все точки крепления. Все пропорции проверить. Семен Шитиков. К человечкам пока не переходим. Это не считается. Какие человечки? Рано вам, гражданин. Целых человечков рисовать схемка не встала. Второе задание. Крупно одну позу в день с рейфов. Простроить все объемы. Просто железобетон обязательно вот это не считается. И оно не выведет вас на объемное рисование. Давайте-ка поработаем. Не сочкуйте. Сергей Гольцов. Хорошо, но пропорции время от времени ползут. Пропорции ползут. Фигуры в такую кучку сталкиваются. В общем, не совсем и не всегда удается. Но вот это вот тоже не совсем понятно как. Значит, второе задание. Рисуем в полном объеме, но с рейфов. Если рейф в обычной перспективе, а вы его разворачиваете в какую-то перспективу увеличенную и так далее, делайте это уже из головы. Но позу смотрим на рейфах, потому что пока проблемы с пониманием постчеловеческих. Сергей Исаев. В перспективу пошел. Менее проволочный, менее штриховый. Больше проработать каждый конкретный ракурс. Ну вот это вот, например, нельзя так. Ну, здесь непонятно ничего. И не спешите бежать к сложному. Пока еще не решено простое. Вот здесь вместо там просто штришка, обозначающего это самое, грудную область и там полукруга, обозначающего таза вы поставьте нужные фигуры и проверьте, что они поставлены правильно, именно в том ракурсе, в котором они находятся. Серые крыла. Они должны, вернее, находиться. Не рисуем пока обводку ручкой, не нужно порисуть карандашиком. Второе задание. Одна фигура в день. Крупная, четко. Простраиваем все базовые объемы схемы. Можно использовать рейфы. Сонечка Мармеладова. Условно пока. Есть там какие-то точки сочленения фигур, но не пойманы соотношения пропорций и нет работы над объемами тазовой области и грудной области. Во втором задании над этим поработать. Возможно тоже сделать крупных пару. Этих самых пар крупных. Поз. Соня, Соня. Прогресс есть. Но сложно пока. Вот там таз улетел. Сложные позы без рейфов не рисовать. Но так, в общем и целом, движетесь в правильном направлении. И второе задание в полном объеме. София Шемигонова. Похвальное количество, но нужно базу крепче ставить. Второе задание. Одна поза в день. Четко детальная проработка. Крупно на весь лист. Ставим все объемы основной фигуры. Основные объемы фигуры. Станислав Финклер. Станислав Финклер. Станислав Финклер. Сейчас, секундочку. Хорошо построены. Видно работа над построением. Хотя тазовая область не везде. А здесь вот халтурка. Вот это не то, что нужно. Не позволяет она создать пока еще схемку. К полному человеку не переходим. Рано пока. Стасия Александрова. Очень проволочная пока. Второе задание. Одна фигура в день. Крупно на весь лист. Проработать все объемы. Работаем с рифами. И постараться по это самое, почетче, без многократного повторения линий, почетче сделать рисунок. Беспорядок надо убирать. Вот здесь лучше уже. Значит, во втором задании выбираем беспорядок. И конкретно простраиваем геометрию фигур. И следим за соотношением конечностей, чтобы у нас не пропадали пропорции. Здесь часто встречаются короткие ноги. Или часть ноги короче другой. И так далее, и тому подобное. Весь этот бардачок разобрать. Тамара Трофимова. Давайте-ка еще. Второе задание. Одна поза в день. Крупно, детально разобрать все объемы. И рисуем с рифов. Не забывайте про тазовый пояс. Одну минуточку. Отвлекусь по работе на секунду. Продолжение следует. Так, я снова с вами, Таня Максимова. Одну позу в день. Крупно на весь лист по рефам прорабатываем все объемы и всю геометрию. Нужно ставить сейчас пока беспорядочно и схемка непонятная, непонятна в голове. Татьяна Березенцева. То же самое. Одну позу в день. Крупно по рефам проработать все объемы. Нужно себе ставить фигурку. Татьяна Заречнева. То же самое. Есть свобода, пластика, это хорошо. Это вам понадобится в будущем. Можно не весь. Короче говоря, следующее задание. Второе. Три дня, одну позу в день полностью проработать все объемы. Два дня серия набросков по пять поз. На второй стадии серии набросков по пять поз начинаем переходить к сложным. Татьяна Котова. Ну, это пока мало. Второе задание. Проработать, то есть делать уже работу с объемами, а не вот такие вот подчеркушки на ключевые точки, потому что здесь пока не простроены. Не простроены эти человечки и откровенно халтурненько. Давайте получше. Я знаю, вы можете. Татьяна Лаврентьева. Хорошо. Хорошая работа над пропорциями, вообще в принципе над схемой, но плоские пока фигурки. Нужно потихонечку начать себе представлять объем и время пропорции. Как только отвлекаетесь, где-то что-то становится слишком коротким. Поэтому таким же образом второе задание. Одна фигура в день четко детально на весь лист. Прорабатываем все объемы, рисуем по рефу. Татьяна Лембрикова. Рано пока рано рисовать фигуру вокруг человечков. Тут по ключевым точкам рисовали фигуру, а объемы не стали делать, стали рисовать сразу человечков. И это ошибка. Вот, например, с тем же, с каким там... Да, вот, в общем, с любым. Давайте-ка я порисую. Покажу вам. Вот, если есть у нас человек. Мы не зря стараемся вот эти все моменты правильно выучить. Голова. Потому что вот эту болванку мы сначала строим. Сейчас. Вот мы там предположим его поставили. Проработали все эти места. Завалился он у меня вальца. Следующим моментом мы будем на него класть основные объемы. Я сейчас детально это все не буду, но там вот как на него... грудная клетка... шея ложится... мышцы плечевые и прочее. Вот там у него пойдет... бицепсы. косые мышцы живота, ягодичные, коленки. хоро-хоро-хоро, это все в 9-м. н, как можно увидеть. Фея лььььььху. Вьем, если ты толки, А где-то в этом – это все. И я хочу сказать. Ну и так далее. И вот когда мы все эти объемы поделали и их правильно поставили, то потом уже, когда следующим заданием мы будем... Вот это я соединю. Мы будем рисовать фигуру человека без построения, то есть уже по этим всем вещам. То мы будем точно знать, где какие кости, где какие мышцы. И у нас уже это все будет не просто так от балды нарисовано, сделано, а поставлено на схему. Вот у нас ключичные все вот эти вот. Эту базу мы сейчас и проделываем, поэтому ею пренебрегать нельзя. Ну и так далее. Ей пренебрегать нельзя, потому что если мы сразу переходим к построению, и не имея базы крисовки тела, не имея базы, то она не строится ни на какой основе. И мы теряемся. Мы не знаем, куда здесь ставить живот, где там будут... попа там точно встанет, как встанут руки-ноги и так далее. Поэтому второе задание. Одну фигуру в день по рефам строить всю геометрию и решать. Ну, то есть правильное расположение всех конечностей и геометрических форм, образующих область грудную, тазовую и стопы. Вот. Не переходим пока к рисованию человечка. Это будет позже. Тимофей Карелин. Ох, как много хорошо. Неплохо. Не переходим пока рано. Рано к фигуре человека переходить. Не решили пока те моменты, которые необходимо в ней порешать. Значит, здесь во всех вот этих вот вещах порисовали что-то там, поделали, да, но при этом правильное расположение в пространстве, например, таза не решено. Он везде примерно одинаковый. Юбочка такая. Правильное изменение формы грудной клетки в зависимости от позы не решено. Позы очень похожие, практически одинаковые. Вот эти вот две, они мало чем различаются, не считается различием. Очень много стоячих одинаковых поз. Поэтому больше разнообразия, строить подробнее геометрические формы, не спешить на эту базу существующую. Ну, то есть на непроработанную базу не спешите надевать человеческое тело. Второе задание. Четко работаем над геометрией. И тазовую, и грудную область прорисовываем. И по разнообразнее позы можно работать с рифами. Тоня Бандуренко. Бандур... Бандур... Бандурка. Вот это... Извините. Вот это хорошее. Прогресс есть. Очевидно. Второе задание в обычном объеме. Давайте-ка. Я думаю, все у вас получится. Фархан Бузаиб. Аккуратнее. Не переходим к человеку. К рисовке. Рано не на что вам пока это посадить. Значит, второе задание. Одну фигуру в день четко все объемы, базовые схемы человека прорабатываем. Можно рисовать с рифов. Должна быть четкая геометрия. Вот это вот не считается. Франк Шпильман. Жеванные немножко фигурки. Давайте тоже первое время, первые 2-3 дня второго задания порисуйте крупную фигуру с построением всех геометрических форм. Можно с рифов. И оставшиеся 2-3 дня рисуем серии набросков по 5 штук. Как сказано. Шкодная сова. Так. Беспорядочно. Значит, первые 2 дня. Причем, хорошее есть. Я вижу пластику, видите. Видите какое-то движение и так далее. Но схему не поставили. Рановато пока переходить к следующему. Поэтому первые 2 дня рисуем четкую фигуру человека. Давайте по 2 в день. Я думаю, вы справитесь. Во весь лист детально. Оставшееся время по 5 набросков в день. И с более четким построением. Ставьте ноги на пол. Следите за объемами тазовой и грудной области. И за пропорциями. Хорошо. Прогресс есть. Очевидно. Я думаю, вы сами почувствовали, что есть. Это хорошо. Давайте-ка. Давайте-ка. Второе задание в полном объеме. Вы хорошо работаете и хороший прогресс. Не будем вам спускать. Плосковатые фигурки. Обратите внимание на разворот в объеме. Вот в 19 фигуре. Это есть. В 9 тоже. В 10. В 10 хорошие. Так, в общем, и цену неплохо. Прогресс есть. Давайте. Второе задание в полном объеме. Л-Литовский. Очень картонные получились. В смысле, картонные. Ну, пластика человеческая ненастоящая. Второе задание с рефами. И первые три дня базовое построение человека крупно. С рефа на всю страницу простроить все объемы детально. Вторые оставшиеся дни по 5 набросков в день. Постараться полученные знания в динамических позах изобразить. Эльмира Довлетова. Скомкали немножко объемы. Давайте-ка. Второе задание. И по одной фигуре в день с рефов четко строим все геометрические формы и соблюдаем пропорции. U, Q, K. Рановастенько пока переходить к сложным позам. Значит, так же. Второе задание. Одна поза в день с рефов четко строим весь объем. Попробуйте. Трудно будет, потому что плоскостное видение и навык не очень высокий. Но попробуйте, если получится. Для вас это будет прорыв. Юлечка Филимонова. Хорошие фигурки решено правильно. Отлично. Второе задание в полном объеме. Юлия Мааханская. Геометрию хочу. Геометрия Ниме. Второе задание. По одной позе в день геометрию простраиваем с рефов. Юлия Смирновым. Хорошая пластика. Классно. Во втором задании побольше внимания уделите геометрию. Она у вас есть. Есть ее понимание. Есть положение фигуры в пространстве. И понимание этого расположения. Но постарайтесь почетче построить. Потому что, возможно, какие-то вещи вы по процессе рисовки не учитываете. Не схлопывайте таз. Не нужно делать, чтобы он был внезапно нешироким. Вот как здесь, например. Ну вот. Так, в общем и целом, очень все неплохо. Второе задание в полном объеме. Юлия Шипилова. Смирнова мы сейчас посмотрели. И Юлия Шипилова. Хочу больше. Давайте-ка второе задание. Полное построение геометрии базовой схемы по рефам. Одну фигуру в день в полный лист. Юлия Щенникова. Классно. Много как. Голова большевата почти везде. Это, кстати, проблема таких проволочных человечков. Им почему-то хочется сделать большую голову. Следите за этим. Она большевата. Пластика не совсем не везде человеческая. Но, в общем и целом, неплохо. Вот это хорошо. Значит, во втором задании следите за ногами. Все ноги поставить на пол обязательно, чтобы было не условно аморфные пяточки, а чтобы они стояли на полу. Головы поменьше. И посмотрите с рифов порисуйте. Юлька Кузовая. Кузовая. Второе задание. Одну фигуру в день в полный лист в объеме. В смысле, базовая схема в объеме по референсам. Простроить как следует. Детально поработать. Юля Воробьева. То же самое. Есть пластика. Хорошо. Пластика начала появляться. Есть прогресс. Понимание. Появляется. Вот здесь уже получше. Давайте так. Первые два дня второго задания. Одну фигуру крупно с детальным разбором объемов тазовой и грудной области. Но круг головы по схеме по рефам. И оставшиеся два-три дня челленджа в серии набросков в обычном формате. Юля Репина. Хорошие пластичные фигурки. При выполнении второго задания обратите, пожалуйста, больше внимания на геометрию и пропорции. Иногда ползут они у вас. Постарайтесь. Это четко должно быть во втором задании. Лучше меньше, но четче проработать. Второе задание в полном объеме. Юля Степанова. Неплохо. Пластику посмотреть человеческую. Время от времени ползет она. Давайте по рефам поработайте. Во втором задании не спешите переходить к сложным позам. Начните с простых. Выполняем в полном объеме. Яна Кинякина. Второе задание. Один набросок в день в полный лист. С референсов тщательно прорабатываем все базовые объемы схемы человека. Тазовую область, грудную область, голову, ступни, руки. Ярослав Лютый. Последний у нас. Самый последний раз. Последний. Но не круглая все-таки грудная клетка. Пластику посмотрите. Рисуем с рефов. Следующий список. Это самое второе задание. Рисуем с рефов. К сложным фигурам пока не переходить. Какие-то части хорошие человечки, часть совсем смятая. Нужно закреплять успех хороших человечков. Вот здесь, например, на этой странице. Классно все на этой странице. Закреплять успех хороших человечков. Поэтому к сложным позам на втором задании не переходим. Пока что. Но может быть в конце, если почувствуете себя в духе. Так, все. На этом пока. Всем спасибо. Удачи в исполнении следующего задания.